Всем привет. Дали мне вот такое вот счастье. Говорит, хочешь, говорит, отремонтируй, не хочешь, можешь выбросить. Он, говорит, не работает. Я говорю, а чё не работает-то? А вот не работает, и всё. Может, щётки сдохли, может, ещё чё. Ну, надо это дело изучить. Вообще-то я такой штукой никогда не пользовался. Ну, вроде мне не надо было. Ну, раз подвернулось, будем это дело изучать. Вот у неё тут аккумулятор есть. Это называется шуруповёрт. Когда нажимаешь эту кнопку, он сразу отскакивает. А почему? А потому что вот тут такая вот есть, вот она, пимпочка такая. Она специально как бы отбрасывает его сразу от контактов. Когда его вот так задвигаем, контакты у него, вот они, они где. А здесь контакты, они вон они где. Вот они вот тут вот под этой, под этой вот спрятаны. То есть вот когда аккумулятор вы тут где-то бросите, вот так, металл какой-нибудь или чё, она не закоротится, да потому что тогда добраться до него проблема. Здесь вот есть вот такой вот фиксатор такой, вот нажимаем, он туда уходит. Вот видно его. Так вот он защелкивается. В общем, с этим делом всё понятно. Теперь что ещё-то тут у него есть. Ну, это шуруповёрт для того, чтобы шурупы крутить. Ну, не только шурупы, можно и болты, и всякую всячину, и сверлить можно. У него вот этот вот патрон, вот с большим-большим таким ходом. То есть вот не нужно ключа, вот как это было раньше, вот такие вот были вот с ключом. Вот здесь не нужно. А здесь сверло вставляешь, вот, и вот так вот он зажимается. Зажал, туго-туго, всё. Теперь так, вот когда эту штуку нажимаем, вот этот курок этот, скорость у него регулируется. То есть чуть-чуть, сильнее, сильнее и на максимальном. Вот этот вот переключатель, это для того, чтобы в какую сторону ему крутить. Вот тут вот стрелка вперёд показана, то есть сверлить. Или же шурупы эти выкручивать. Вот мы, значит, так вот раз, и всё. И он начнёт вдруг вкрутиться в такую сторону, чтобы его выкручивать. Ну, тут, соответственно, биты такие специально одеваются, для того, чтобы вкрутить можно было шурупы. Так. Ну, как они выглядят, эти биты? Сейчас я вам покажу. Так, вот тут у меня наборчик такой есть. Тут всякой пакости полно. Ну, вот, например, такая вот, крестовая. Вот она. Ну, в общем, это всякие могут быть. Большие, маленькие, там разные. Значит, а вот тут есть ещё такой хитрый переключатель. Вот. То есть с каким усилием он будет закручивать. То есть вот закрутил, и всё, и хватит. Или же можно закрутить так, что он будет, ой, крутить, как там, например, такой шуруп толстый, 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 длинный, длинный. Ну, вот его там, это, соответственно, мы будем уже ставить в нужное положение. Он его там закрутит до конца, и замучит, и будет пробуксовывать. Так что тут, надо сказать, какой-то фрикцион стоит. Я тут это разбирать не буду. Возьмём-ка мы его и разберём. Посмотрим, как он устроен. Ну, до вот этого фрикциона. Вот это вот надо открыть. Так, отвинтил я 7 саморезов. Ну, теперь, надо полагать, он должен вот так вот располовиниться. Ну, я так думаю. Вот так вот он открывался. Во как. Ну, ничего. Красиво. Так, что мы тут имеем? Что мы тут имеем? Тут контакты просто-напросто. А вот он, двигатель. Ой, грязи-то сколько там. Вот такой вот агрегат. В разобранном виде. О! Всё. Всё снимается. Вот одна крышка. Вот вторая крышка. Вот. И это всё. Вот она так вот съёмная. Вот здесь вот транзистор стоит. Потому что на транзисторах она не может быть управлением. Потому что здесь по постоянному току всё это дело делается. Вот здесь, скорее всего, резистор стоит. Вот, который, значит, мы когда нажимаем. И вот на базу тут смещение идёт. Он открывается больше или меньше. Вот за счёт этого обороты регулируются. Я так это делать думаю. Теперь так, двигатель вот этот. Если кому захочется щётки менять. Вот когда он совсем перестанет работать. Вот. Если вот эти вот отогнуть. Вот одну, вторую, третью, четвёртую. То тогда вот эта вот задняя вот эта вот донышко. Она снимется. Вот. А на ней есть щётки. Вот они вот тут вот, вот пластмассовая такая вот эта штука. Вот она. Вот они там держатся, эти щётки. Значит. И можно их там поменять, если нужно будет. Потом снова аккуратненько вот так. И одеть их снова. Вот. Но когда одевать, тут надо проблема в том, чтобы их надо отжать. Чтобы они отжатые были. И одеть. Поэтому тут надо будет покумекать. Вот, наверное, тут через эти вот отверстия. Вот так чем-то отжимать их и одевать. Вот. Ну, в общем, это при сильном таком желании, при сильном, это всё можно сделать. Якорь-то намотана. Видно, что толстым-толстым проводом. Это вот. Тут вентилятор. Вот он. Вот он вращается так. Ну и, в общем, больше и ничего. Вот на радиаторе сидит вот этот транзистор. Без термопасты. Всё. Теперь надо его снова собрать. Вот это вот хозяйство всё. Ну, в общем, вот так я всё сложил. Вот это. Если кому захочется разбирать редуктор, вот винты у него разбираются. Надобности особой нету в этом деле. Это, значит, у нас вставляется здесь специально, есть у него направляющие вот. Вот так что он тут стоит на своём месте. Вот этот радиатор с транзистором. Вот этот переключатель, он тоже стоит в своём месте. Тут у него есть специально вот эти вот. Вот этот выступ, вот, он должен вот лежать вот в этом вот прорези. С той стороны в этой крышке тоже слой есть этот. Переключатель нужно смотреть. Тут тоже, чтобы он переключался, потому что его можно неправильно надеть. Тут у него есть такие прорези, тоже не туда. Надо убедиться в этом. Ну и всё. Ну, в общем, мы собираем редуктор. Смысла нет разбирать. Ну, когда уж он развалится, тогда и разберём. А так, что его разбирать-то зарядом? Выяснил я то, что он исправен, но у него аккумулятор плохой. Аккумуляторов мне дали два штуки. Ну, он не заряженный. Вот. Ну, что-то долго-долго заряжался, и всё ещё не зарядился. Не знаю, почему так. Вот. Есть другой аккумулятор. Ну, я его решил, что надо его открыть и посмотреть его устройство. Вот он как устроен. Вот. А винты у него... Вот. Понимаете, какие? Вот такие у него винты. Вот. Вот такие вот. Имеются никель-кадмиевые аккумуляторы, что они есть хорошо. Ну, может и хорошо. 12 штук их. Умные люди и что делают? Вот выкидывают их, когда они уже свой срок отработают, и литиевые туда ставят. Ну, я пока ничего делать не буду. А почему не буду? А вот, знаете, вообще-то у меня надобности в нём вообще нет. Вот у меня есть дрель, которая реверсивная, и скорость в ней регулируется. Она 220. А мне надобность, вот что вот именно с аккумулятором, ну, я где-то нигде, на чердак, вот, крышка там окрыли, вот, ну, тоже так же, ну, удлинитель взяли, да и всё. Всё закрутили. Вот, а с этим, ну, не знаю, можете удобно. Начнём мы проверять, что они из себя представляют, вот эти вот аккумуляторы. Я замерил их по напряжению. У них у всех напряжение где-то 1,2 вольта. То есть они как бы должны быть нормальными. Потом я решил, думаю, замерю-ка я ток, какой они могут дать. Вот я взял сопротивление вот 2 ома. Вот она, 2-х ваттная. И последовательно своей цешкой в режиме измерения тока каждую из них проверил. Все примерно одинаково. Ну, там небольшие расхождения, там, туды-сюды. Так что, по идее, они, аккумуляторная батарея должна быть исправная. Так почему же он не работал с этой батареей? Оказывается, оказывается, всё очень просто. Вот смотрите, что тут получается. Вот она, она. Тут разрыв. Тут полный разрыв. Вот. Сгнило. А почему? А потому что, когда они паяли, они с кислотой паяли. А кислота, она разъедает всё вот это. После того, что кислотой пропаяли, нужно всё тщательно промывать. Надо сказать, неаккуратно тут всё паяно такое. Ну, чё ж поделаешь, как есть. Так что, сейчас я перемычку сюда кину, соберу и попробую, чё будет. Нажимаем тест. Всё. Тест показывает вот так в темноте. Ага. Вот. Теперь пробуем. Так, значит, это нажимаем, чтоб легче было. Вот. Пробуем. Так. Всё. Товарищи, изладил я его. Вот. А тут вот. Ты, говорит, можешь выбросить его. Всё равно не работает. В общем, было вот из-за этой причина, что вот этот контакт между батареями сдох. Контакт этот. Вот. А этот вот, чё-то он заряжался, заряжался у меня, не знаю, наверное, мало заряжался. Какой-то это другой совсем. Здесь вот, тут написано, тест можно проверять. А здесь нету этого. Тут электроника какая-то сделана. Так. Вот этот вот он с этим работает. Вот. так что вот такое дело. Туго вынимается. Ну вот, ребята, я вам показал, как это дело устроено и какая может быть типичная неисправность. Вот такая вот неисправность. Чё тут ещё может быть? Ну, по крайней мере, вы теперь знаете, как его легко разобрать, как он вообще устроен. Ну, большое спасибо вам за просмотр. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok